Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня я полностью постараюсь ответить на вопрос, поставленный в названии видео, а именно, как получить заготовочку седьмого ранга, ну и как скрафтить легендарочку седьмого ранга. Поговорим об этом полностью. Казалось бы, на текущий момент легендарка шестого ранга уже классная, уже замечательная, у неё большой итем-левел, 262-й, но нет. В обновлении 9.2 мы получим новый итем-левел, само собой, на эпиках, так как выйдет новый рейд, так как стартанет новый сезон, и, само собой, легендарочка тоже вырастет. Седьмого ранга легендарка будет 291-го итем-левела. Это круто, это замечательно, и, конечно, уже хочется получить просто-напросто легендарочку побыстрее, потому что это увеличит статы, это будет реально замечательно. Но всё опять же просто-напросто заблокировано набором репутации и немножко набором валюты. Репутацию можно будет фармить с самого начала старта обновления 9.2, а вот валюту только с старта третьего сезона. Сейчас об этом поговорим немножко, и постараюсь прям подробно полностью всё рассказать, опираясь на тот скриншот, который мне удалось кое-где найти. Два скриншота, объединённых в один. Досмотрим сначала левую часть этого скриншота. Это партнерное дело, крафт под названием Vestige of the Eternal. Что для него требуется? Для него требуется нового 60 материала, для него требуется 50 старого шёлка, 25 ниток, которые просто-напросто покупаются у вендора, и 2 эссенции. Это аналог картита, который мы будем лутать с Зерит Мортиса. Собственно, картиту нужно было 40 ради крафта улучшалки, а тут нужно всего 2 штучки. Вы подумаете, вау, это так круто, но частота выпадения на самом деле печалит. Эта эссенция будет дропаться как-то намного реже. Насколько намного? Вопрос хороший. Посмотрим на практике. Также, что нам нужно для того, чтобы начать крафтить эту улучшалочку? Нам нужно выполнить квест, который откроется, скорее всего, не сразу. Также нам нужно получить уважение с новой фракцией. То есть, мы приходим в Зерит Мортис, нам нужно прокачать сначала 3000 репутации, потом ещё 6. И только тогда мы можем купить рецепт на крафт Вестиш оф Зе Этернал. Ну и не забываем про квест. Он, возможно, разблокируется на какой-то неделе. Окей, идём дальше. Рассматриваем правую часть этого скриншота. Крафт Плаща. Обозначен четвёртый ранг. Нам требуется ткань, шёлк, шарды, которые покупают за 100 голды. Да, получается окей. И нажав на плюсик, мы добавляем реагент. Либо частицу первоосновы, собственно, которую мы крафтили из картита. Таким образом, мы повышаем легендарку на 2 ранга. Но мы можем добавить Вестиш оф Зе Этернал. Таким образом, мы повысим наш крафт на 3 ранга. 4 плюс 3 равно 7. Таким образом, мы просто-напросто получаем заготовку 7 ранга. Окей, на этот вопрос, я думаю, полностью ответил и вопросов не имеется. Но, само собой, если они есть, их можно всегда задать в комментариях. Едем дальше. Что нужно для крафта легендарки 7 ранга? Для крафта нам потребуется заготовка 7 ранга. Нам потребуется валюта. Очень много валюты. Собственно, пепел-душ, который мы видели в первом сезоне. Нам его потребуется 5650, насколько я правильно помню. Далее, угли-душ, которые мы видели во втором сезоне. Нам их потребуется 1650. И также нам потребуется новая валюта под названием Cosmic Flux. Его перевели как Космический Ветер. Нам потребуется его 2000. В целом, это немного, само собой. Что могу сказать? Вроде как, с каждого мифик-плюса, пройденного, любой сложности, то есть даже второго ключа, можно получить 100 Cosmic Flux. Таким образом, пройдя всего 20 данжей формата плюс 2, мы уже получим нужные нам 2000. Также этот Cosmic Flux будет падать с рарников, с сокровищ, с квестиков, с торгаста. В общем, с многих-многих активностей. И, в принципе, налутать нужное количество к моменту крафта легендарки, к моменту того, когда крафтеры получат уважение и выполнят нужный квест, ну, я думаю, 2000 валюты получить очень и очень легко. Угли и пепел можно нафармить сейчас. Дерзайте. Торгаст является бескадешным на текущий момент. И выфармить пепел с углями можно без каких-либо ограничений. Все зависит от вас, от вашего времени. Как-то так получается. Вроде бы все полностью рассказал. Как сказал ранее, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.